шалом братья и сестры пусть божий мир наполнит ваши дома ваши жизни и пусть господь славы сильно прикасается к вам благословляет вас и сильно сильно наполняет вас своей славой своим величием и своей любовью во имя иисуса христа аминь сегодня во время молитвы я опять получил видение господь сейчас по-особому прикасается к нашему служению я чувствую его благословенную руку на нашем служении молитесь за нас пусть господь вас благословит сегодня я увидел видение я сейчас живу недалеко от того места где начало донецкой области и рядом харьковская область и когда едешь на поезде или на электричке с харькова или с других городов и начинаешь езжать донецкую область то большими бетонными буквами с одной стороны когда и когда ты едешь вот когда ты только обижаешь донецкую область большими бетонными буквами стоит буквы донбасс и с любого поезда электрички они сильно заметно они очень большие и сегодня дух святой мне показал видение очень сильно интересно я молился как бы не раз не размышлял о том что я увидел дух святой мне начал открывать это внезапно я увидел как возле этих букв больших бетонных донбасс висит распятый наш господь иисус христос очень интересное видение я начал мысленно спрашивать что это я увидел дальше я увидел очень отчетливо прямо как смотришь ему по телевизору американского президента джо байдена я увидел как он вбивал гвозди в ноги христа это все происходило буквально в течение нескольких секунд и моем сразу стал думать что это какая между этим всем связь потом я увидел как байден отошел в сторону и начал кричать распни донбасс распни донбасс он начал кричать как бы во тьму и дух святой мне показал что джо байден это конкретные слуга тьмы и причем не просто слуга тьмы это конкретно посвященный человек тьме и я увидел прямо как на экране во всей этой сцене я увидел большие большая гравировка и вылетел 2014 год и и джо байден опять кричал распни донбасс распни донбасс и мне сразу как пришло понимание что это начало того что произошло на украине 2014 году затем видение стало продолжаться и я увидел как с неба начала сходить такая большая прямо волна как цунами или торнадо сильно большая прямо с неба она стала просто такой прямо лавиной ну большой неимоверной мощной лавиной сходить прямо на землю и вся эта лавина это торнадо она моментально на глазах снесло снесло джо байдена и я увидел бетонные буквы там где была ну там донбасс стоит начало донецкой области я увидел как эти буквы они уже были не бетонные но они были все покрыты радугой разноцветной радугой все эти буквы донбасс и он весь светился все эти буквы светились разными цветами радуги и от них исходила неимоверное очень сильное сияние и дух святой мне сказал передай народу моему что скоро все то что происходило последние годы на донбассе полностью все это будет прекращено и вся эта тьма которая была высвобождена в начале через этого слугу тьмы джо байдена она прекратится на донбассе мне не открыты времена конкретные сроки что как произойдет но мне пришло четкое понимание что то зло которое было призы принесено через этого слугу тьмы это им и может в его правление или ну я не знаю точно как но это зло будет просто убрано и причем если она была показана виде как волны большого торнадо сходила на землю то это произойдет моментально обычно стихийные бедствия происходят внезапно на земле и дух святой говорит донбасс он весь засияет в славе дух святой говорит он засияет славе моего присутствия на донбассе начнут гореть мои пророческие звезды те звезды которых я поднимаю сейчас тех служителей которые будут служить не в славе и моей любви говорит господь и дух святой говорит передай народу моему что я призываю во все просто я призываю весь мой народ где бы они ни жили где бы они не находили чтобы они молились за донбасс ибо донбасс это сейчас как сдерживающий фактор того чтобы не не разразилось еще больше стихийное какое-то военное военное бедствие донбасс это то место который на себя принял весь удар тьмы самый основной удар тьмы в 2014 году который был в основном высвобожден через слугу тьмы джо байдена так мне сказал за него господь и это то место где произошло большое удержание стихийного бедствия войны чтобы она не распространилась во многие другие места я не лезу в политику мне это совсем не интересно многие обвиняют тех другие обвиняют тех те защищают тех но сегодня я увидел четко и отчетливое видение через кого это зло пришло на мою землю и как это зло будет разрушено это божье цунами божья торнадо нас идет внезапно и также дух святой говорит передай народу моему что также внезапно прекрати сосуществование тьмы восставшие через джо байдена это царство будет поражено и будет поражено сметено в долю секунды из из многочисленным позором молитесь братья и сестры пусть господь благословит каждого из вас пусть прикоснется каждому из вас молитесь за нашу землю молитесь за украину молитесь за соседние государства граничащие с украины чтобы наступил благоухающий мир когда приходит единство между странами приходит мир чтобы та тьма которая была посеяна через слугу тьмы она была разрушена то разделение которое восстало на нашей земле она была разрушена чтобы наши матери перестали терять сыновей наши дочери отцов чтобы пришел мир пришел благоухающий мир во имя иисуса христа и мы молим тебя господи пусть на нашу землю придет твой мир для славы твоей для твоей любви и прославить все колено и все народы имя твое святое за все то что ты сделаешь на нашей земле господь и прославить все народы тебя господь за то что ты предначертал уже для нашей земли для украины и для всех других славянских соседних странах там где ты тоже явишь волну великолепную волну своей золотой жатвы ту волну которая будет просто сносить все зло пусть придет мир господи на наши земли пусть придет радость пусть закончится господи всякая вражда и пусть придет царствие твое аллилуйя аминь